всем привет сегодня нужно немного уделить времени вот этой нашей верной лошадки это nissan quest 2011 года мы эту машину купили буквально спустя там пару недель после того как приехали в сша и вот уже почти четыре года нам исправно служит правда мы на ней ездим не так часто и так много но она все еще хорошо работает вот есть некоторые проблемы которые нужно сейчас устранить и вместе с вами сейчас это сделано что именно здесь случилось раз примерно в последний раз полтора года ну как раз полтора года последний раз был вот у меня такой случай полтора года назад засоряется вот если посмотреть здесь люки два люка у них и у них система такая не знаю на мой взгляд дурацкая с другой стороны наверное ничего лучше никто не может придумать потому что и у на бмв насколько я знаю такая же ситуация да и многих наверно машин то есть дурацкая эта система у люков именно в плане безопасности от протечек что происходит но вот если посмотреть сейчас откроем люк как здесь происходит изоляция от воды так таковой сам люк он не плотно прилегает к крыше вот точнее старается прилегать плотно но на деле все в него протекает и сделано здесь соответственно это таким образом вот здесь находится такое корыца также и заднем во втором люке и вот здесь в стойках слева и справа проходит трубка которая выводит воду с этого корыца но во флориде такая ерунда во первых наверное есть какие-то небольшие проблемы самих трубках где-то может быть они немного местами внутри шершавые где-то может быть чуть-чуть перегнутые но что происходит во флориде очень часто может пойти дождь в любой момент вот можно вот просто выйти вот так то будет голубое небо даже без облаков и там через полтора часа ни с того ни с сего накатится какая-то туча и пройдет сильный ливень вот также через следующий полтора часа также . исчезнет выглянет солнце весь асфальт высохнет все очень быстро то жарко то мокро то снова жарко ну и что происходит соответственно на люке копится пыль это пыль сбрызгивается водой вода с грязью стекает в трубку так как ее может быть не так уж много она постепенно прилипает к стенкам потом это все быстро высыхает и снова и снова и такие частые дожди постепенно наращивают этот скажем так некий тромб внутри этой трубки и до тех пор пока эта трубка полностью не блокируется что происходит дальше дальше это корыца наполняется водой а вот они уходят и во время дождя она стоит в этом корыца в худшем случае если корыца переполняется она начинает литься отсюда через светильники откуда угодно находиться в этой крыше и либо стекать по этой стойке прям в полик а на поворотах здесь в принципе можно даже намокнуть когда резко поворачиваешь вода в этом корыце выхлёстывается оттуда и может прям вот отсюда полиция на пассажиры или на водителя с той стороны полиция вода вот что у нас принципе происходит последний раз я делал это прошлым летом придется разобрать всю эту крышу свесить ее добраться до этих трубок и их прочистить вот но я думаю что задним люком мы в это проверим но задним люком я думаю что сегодня проблем у нас нет прошла с мне приходилось чистить и спереди и сзади и соответственно разбирать там почти всю крышу вот здесь в плане разбора но сложности так таковых нету единственные какие меня были сложности это при сборке когда я то одно забыл то один провод забыл вытащить то другой приходилось так три раза разбирать снова вот ну и сложности вот эти вот стойки конечно они эти пластмасски высовываются очень тяжело из 6 той стороны что с этой стороны но сейчас все это сделаем тогда я разбираю прежде чем разбирать я пожалуй еще посмотрю вместе с вами посмотрим зальем воды и посмотрим как она будет у нас уходить ну вот собственно говоря заливаем в это корыца вода и видим что она фактически не уходит она должна очень быстро убегать справа еще но и справа и слева в принципе проверим сейчас и второй люк как здесь ситуация вот здесь здесь корыца находится вот тоже спереди наливаем видите как все быстро все убежало и фактически если что-то и осталось то совсем мизер на основное количество все ушло буквально за считанные минуты машина уже в таком состоянии так сейчас вот это отключим вот эти отключим и нужно будет вытаскивать эти стойки я уже даже не помню на чем они крепятся на каких-то защелках сейчас это наверное будет самое тяжелое вот и все это уже снял уже так выглядит машина не частности вот пожалуйста вот она вода которая внутри с этой стороны так много а вот с этой стороны конечно побольше что такое корыто дырявая она сейчас этот я вытащу одной рукой неудобно и в принципе крыша уже крышу уже можно будет свесить и добраться до так называемых дрейнхоз сливных трубок вот относительно так отделаемся малой крови потому что прошлый раз нужно было разбирать почти всю крышу так как я делал добирался двух к двум люкам а в этот раз вот в принципе вот так вот если уже на липунах и вот так отодвинуть и вот видно что вон там трубка вот мы ее сейчас вытащим и также с той стороны и будем прочищать не успела заснять конечно сам этот водопад который здесь сейчас только что происходил но он все полилось вот эта трубка она засорена прошлый раз я пытался прочищать продувать компрессором бесполезно не получалось совершенно прочистить ее нормально то есть вода уходила но выходил также тяжело единственное что мне помогло я вот прям на такую разобранной машине поехал на заправку на заправке есть такие ну скажем так зоны где можно кинуть квадрики и попользоваться пылесосом также есть у них помимо пылесоса там такой пистолет с водой для заправки бачка омывателя вот этот пистолет он как раз он такой тонкий его как раз я засовывал и под большим давлением это хорошо все помимо того что пробивалась она еще и хорошо промывалась и вот после этого люк стал работать идеально кстати вот эта трубка вот она идет вот она такая грязная внутри видно и видно в ней стоит вода точно такая же трубка вот с той стороны тоже она с водой кстати я сейчас посмотрю раз уж я разобрал машину нет напрягает всегда вот эти вот провода частности видеорегистратор возможно я вот этот провод сейчас прокинуть здесь под крышей проведу в стойке и ну все равно его конечно включать сюда но хотя бы вот здесь где-то выведу будет уже удобней вот эти меньше проводов вот так то мы идем дальше сейчас сниму вторую трубку и буду думать как если вот у меня здесь шлангом получится ее про чистить то будет хорошо если нет конечно придется ехать планить на заправку и там пытаться это сделать смотрите что я здесь нашел с прошлого раза но вообще раз когда вода текла просто текла в салон вода с крыши я не понимал откуда это все происходит и грешу вот на вот этот стойку у меня она здесь так скажем так повреждена была когда я машину покупал но было странно что два года ничего не текло а тут начало течь и я конечно ее замазал герметиком все нормально но вода при этом не на каплю не стану не прекращала идти меньше вот я дальше гадал я уже есть частично разобрал и везде по крыше вот эту резинку снял и вот сюда запихивал туалетную бумагу чтобы мониторить дороге потому что все высыхал очень быстро я хотел понять откуда вообще идет вода то есть потому что по потолку самому не видно было откуда еще до тех пор пока я в принципе где-то не вычитал что проблема может быть в люке и не пробно не залил в это корыца воды и понял что она никуда не уходит вот а до этого момента вот сейчас вот эту бумагу полутора а то и больше давности отсюда заодно и уберем вот так так вот сейчас проберемся к этой трубке вот вторая трубка и видно вот она знаете что идет на так вот так неаккуратно получилось ну да ладно сейчас все протрем и все это очень быстро высохнет так как на улице наверно ну 25 скорее всего градусов по цельсию воду что не смогу я ничего здесь прочистить то есть нет у меня соответствующего переходника поэтому сейчас я наверное возьму сына и мы вместе поедем на какую-нибудь ближайшую заправку где есть возможность но здесь и где есть такая ерунда которая наполнен позволяет наполнить бачок омывателя вот ее сюда вот к нем и как раз ей все промоем как прошу раз вот так едем тогда на заправку поехали вот так то у нас едем на этом разломанном на рундулете едем сейчас на заправку параллельно у нас здесь все течет и там попробуем прочесть так вот весело но в принципе это сейчас видно все то же самое происходило последние несколько дней когда были дожди отличие только в том что это было не видно но просто тихо мирно по стойке стекала вниз в пол вот что в принципе не хорошо так что частная рот опять стоит только притормозить и пойдет ручей это уже почти весь вытек в общем-то нам такие вот аппараты нужны но вот здесь только получается колеса подкачивать а вот здесь есть еще вода но судя по всему этот автомат единственный такой он неисправен поэтому а так как нам нужна в первую очередь вода поэтому едем на другую заправку еще три заправки все безрезультатно автоматы есть но они либо просто пылесос и подкачка шин но с водой нету и то есть на полсе заправки все без воды поэтому скорее всего сейчас разворачиваемся едем обратно домой и будем дома что-то придумывать только зря время потратили попробую вот таким флангом как-то это все сделать так 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 наполняем машину водой вот все пошло под машину идет вода так надо было сразу попробовать и не есть никакие заправки идеально все получается сейчас думаю трубка идеально чистое сейчас если сейчас я проверю продаю если она пройдет то значит и стран также сделаем собираем обратно все прежде чем собрать все обратно сейчас трубки соединил сейчас проверим как будет какая разница в уходе воды с каким шумом все уходит ну чё другое дело все идеально вода уходит улетает так что все собираю обратно еще о чем бы хотел сказать вот раньше как-то я обращал на комплектацию когда покупаешь машину о люк есть это хорошо с люком это круче еще что то вот сейчас если честно нафиг этот люк нужен вообще и только из-за того что приходится это чистить и я думаю что на более-менее новых машинах таких проблем не возникает вот но мы не пользуемся люком вообще особенно здесь во флориде если его открываешь сверху светит солнце слепит либо это душно что-то то есть и нужно как-то не знаю основном пользуемся кондиционером открывать лишь раз окна люки ни к чему вот поэтому люк лично мне он нафиг не нужен все работа закончена если бы не мотался нос быстро темнеет если бы не мотался по этим заправкам то я наверно бы уже засветло все закончил так ну все все собрал все на месте все работает люк не льется еще и дополнительный провод проложил от видеорегистратора аккуратно вот он здесь выходит и ничего остался только этот один так что все на этом пожалуй закончим спасибо что смотрите всем пока увидимся завтра всего хорошо пока пока